всем привет сегодняшний эфир у нас посвящен психологическим барьером в блогинге в частности хотя они распространяются в принципе и на любое начинание бизнес в том числе потому что как вы знаете в начале когда ты придумал идею ты ею горишь и кажется горы свернешь и и все так будет просто даваться но когда переходишь к реализации и сталкиваешься с первыми трудностями и с тем что реально нужно что-то делать да то начинает приходить чувство а что вы мне подумают а что скажет ты стыда в какой-то мере например когда блогингом начинают люди заниматься то и переходят к съемке stories то зачастую им сложно перебороть в себе вот этот страх осуждения со стороны там тех одноклассников однокрупников которые знают вас в живую давно не видели и тут вдруг вы возомнили что вы популярный блогер вот так что сегодня мы об этом поговорим как переходить вот эти барьеры как с ними бороться кстати смотрите я снова в своей фирменной футболки теперь он будет не только одинаковый фон в эфирах а еще и я в одинаковой одежде присоединяю гостью эфира это ольга никифорова психолог с которой которая сегодня вот нам рассказать что делать как начинать что-то и не бояться вот этих что засмеют стыда и так далее здравствуйте ольга слышно видно все отлично я уже в двух словах рассказала о теме нашего эфира что мы поговорим о барьерах в любом начинании но мы будем рассматривать на примере блогинга да так как у нас инста школа здесь вот но расскажите пожалуйста вот почему люди сталкиваются когда переходят от идеи к реализации сталкиваются со многими внутренними барьерами да получается ну первое это конечно это абсолютно нормально по могут я услышала что вы сказали да это вначале что действительно когда мы в целом когда мы на каком-то переходе неважно вот сейчас от идеи к реализации а просто вот мы заканчиваем школу идем институт то есть какой-то переход это всегда вызывает неприятные эмоции и если говорить вот о блогинге говорить о бизнесе дан давайте вот сейчас если на примере блогинга у нас всегда есть этот период первый этап я называю первое свидание когда появляется идея вот появилась идея для блогинга да и просто вот я захотела вот как-то вот захотелось меня стать блогером и это не случайно потому что желание появляется тоже не случайно если есть желание оно идет из бессознательного значить потенциал к его реализации то есть не захотелось вам почему-то стать поваром да вот вы посмотрели где-то что-то захотелось стать еще спортивным тренером а вот блогинг оба откликнулась да что-то зацепило я хочу хочу и появляется идея начинаете вот это вот первое свидание ах что-то появляется как это будет у меня это классно это вот такая эйфория это вот ну как на первом свидании с мужчиной но первое свидание я говорю здесь метафорическом смысле это первый этап знакомства когда вот вот все хорошо все хорошо я представляю как это будет классный вот это мой проект реальной жизни и в розовых очках как говорят да положительное видишь и это тоже абсолютно нормально он должен быть ну потому что иначе не произойдет влюбленности должна быть вот такая вот идеализация тут действительно вот как и с мужчиной и гормональный уровень внутри он тоже играет свою роль то есть все здесь вот по правилам всех правилам психики но этот период он не может длиться бесконечно когда-то он заканчивается и наступает вот такой он невидимый этап переходный как раз вот от идеи к реализации то есть от нематериального чего-то вот уже конкретным шагам и здесь начинается вот все поднимается все вот из-за чувства неприятные да начинают появляются сомнения я называю условно тоже этап как второе свидание почему второе свидание я взяла это у ремарка а в триумфальной арке там вот главный герой он говорит буквально о втором свидании он говорит вторая ночь она опасна прелести новизны уже нет а прелести близости еще нет и вот как будто вот это второе свидание если буквально оно решает будет любnels будут ли у нас отношения да вот первые из первое свидание это вход а второе действительно будут ли отношения долгосрочными будут ли одни и полноценными просто долгосрочные полноценами на весь важный акцент и вот на этом переходе да воду поднимаются все вот эти чувства и а первое просто нужно знать о том что это и есть каждую об этом мало говоря de переходном этапе до и когда что он есть, когда мы уже знаем, что это нормально, вот сейчас я понимаю, что да, нужно сделать конкретный шаг, и что-то мне не хочется, и вот здесь у меня там чего-то не получается, и вот нужно что-то купить, например, и не получается перевод сделать, ну, в общем, там получается масса-масса такого сопротивления, которое в реальной жизни, ну, всё же, это я не придумала же, не моё внутреннее сопротивление, вот весь мир как будто прозива этого, вот, и когда мы, ну, то есть первый этап, мы знаем об этом, да, то есть мы знаем, и второе, то здесь уже нужно смотреть, изучать себя, какие чувства у меня поднимаются, потому что у каждого они будут какие-то свои, чаще всего, особенно, что касается блогинга, это будет стыд, потому что блогинг, это что-то обо мне, что-то очень личное, то, что вот я, ну, вот прям, да, расскажу какую-то часть себя, вообще, что я могу показывать, что я не могу показывать, и здесь, да, появляется этот стыд, и стыд, оно, как чувство, это такое, с одной стороны, это разрушительное очень чувство, да, потому что, ну, это как будто замирание, вот, мы знаем это все, как нам, ну, всем нам было стыдно когда-то, как это, вот прям хочется провалиться сквозь землю, прям вот, чтобы меня не видели, это с одной стороны. С другой стороны, тоже всегда имеете в виду, что стыд это, ну, языки юнгянской психологии, это очень самостное чувство, потому что это что-то обо мне, это что-то, что действительно отличает меня, отличает, и вот этот страх, что меня осудят, да, это вот уже идут следующие, то есть первично, что вот я какая-то не такая, и вот это я какая-то не такая, оно равно я особенная, ну, то есть можно смотреть на себя, что я какая-то не такая, на самом деле, какая-то моя изюминка, какая-то вот особенность, и предъявить это, конечно, всегда страшно, всегда страшно сталкиваться с этой реальностью. И, знаете, когда у меня клиенты приходят с запросом, первый запрос больше, в котором ко мне приходят, это отношения в паре, а второй как раз реализация, проекты. И когда говорят, вот я не могу начать. И здесь я предлагаю всегда посмотреть, поставьте вопрос не как начать, а как продолжить. Потому что вот начало, оно уже есть, оно в голове. Вот идея, вы уже начали эти отношения. Вы уже блогер, пусть еще не в реальной жизни, но уже есть. И вот посмотрите, как действительно удержать эти чувства, как выдержать, как продолжить. Вот здесь прям ключевое, продолжить эти отношения. В каких отношениях вы с этим проектом, в данном случае с блогингом, что у вас оно вызывает, возможно, на какие отношения похожи еще в жизни. Скорее всего будет, если вы начнете это анализировать самостоятельно, или с психологом в работе, вы увидите, что прям вот есть вот определенная матрица отношений у каждого из нас, и по ней мы строим все отношения в нашей жизни. И вот где-то вот этот барьер, возможно, вот он может быть как раз ключевой, но он может показать вам сейчас на блогинге, где вот у меня, ну, такая вот моя ранка, да, это не травма какая-то, может быть, да, может быть и травма какая-то глубокая, но чаще это вот, ну, какой-то такой вот ранка, которую можно залечить, ну, более чем реально залечить. И вот посмотреть, да, на этом посмотреть, проанализировать, прорефлексировать, какие чувства поднимаются, да, и как, как вот удерживать эти отношения. Здесь можно, я всегда предлагаю работать и с внешним, и с внутренним. Ну, внутренняя это работа с психологом, а внешне это конкретные действия. И здесь тоже нужно смотреть, что вам позволяет, ну, уже как бы, ну, уже нельзя, назад нельзя, например, да, вот мне лично, моим клиентам, это когда я пообещала кому-то что-то, да, вот я пообещала провести с вами сегодняшний эфир. И вот, ну, то есть все, я вот здесь уже знаю, что если я пообещала, если бы я только себе пообещала, ну, это как-то я могла бы еще, ну, что-то, а если я уже кому-то пообещала, и здесь вы также можете пробовать эти техники, да, пообещать своим подписчикам, что вот завтра у меня будет новый пост, или я готовлю новый пост, вот вынести вот эту вот идею, вот все, вот ее, она уже, когда вы говорите о ней, она уже материализуется. Говорить о своих проектах, говорить о своих идеях, говорить, не стесняться. Опять же, можно выбирать публику, кто вас поддерживает. Чем больше будете говорить, тем уже легче, легче будет делать эти первые шажочки как раз. Я, кстати, эту технику применяла, мне кажется, это уже касается, когда у меня очень много в списке задач на день, и для того, чтобы все же дожать себя и не дать себе слабинку, то я выставляла в сторис в личном аккаунте список задач, и если я не выполнил все, ну это, конечно, тоже на доверие, мне же не проверят прям так, но я сама себе даю обещания подписчикам, то тогда я там в конце дня отчитываюсь, и если я не выполнила, то кто первый мне пишет, типа, что я пропустила, кто первый отвечает на эту сторис, я ему плачу штраф, ну там 100 гривен, или там, ну, любую можно сумму назвать, получается, ну, это, конечно, на моей ответственности, но так я и просмотрю, поднимаю сторис, потому что они следят, и чтобы первому написать, и плюс сама себя мотивирую, что это уже не просто мой списочек дел, где-то там в телефоне, который никто не увидит, да, и там, ну, и плюс много моих дел, там, типа, пост, сторис снять, это все видно, это по-любому, ну, все видят. А еще, кстати, я хотела прокомментировать ваши слова насчет того, ну, насчет стыда и так далее, что в блогинге останавливает. Мне кажется, еще часто люди недопонимают, насколько сложно быть блогером, и вот, ну, например, я месяца два назад, наверное, взяла себе ассистента, ну, которая просто следила за блогерами, просто на них подписана, но сама не блогер, и она настолько была в шоке, сколько даже вот времени и задач входит, ну, например, в организацию прямых эфиров, да, это, во-первых, найти спикеров, пригласить, во-вторых, там, сделать обложку, сделать обложку для сторис, потом записать это все, выложить на YouTube, но на YouTube не просто выложить, а вот Анастасия присутствует сейчас на эфире, с которой мы проводили эфир по тому, как правильно вот этот пост-продакшн, что называется, уже после монтажа видео, как его выложить, там, оптимизировать, для того, чтобы... Это очень классный эфир, да. Да, да, я прямо выписала себе, законспектировала, тоже его пересмотрела, и ассистента попросила это сделать, и она говорит, я всегда думала, что это там, ну, снял, что снять видео, это самое сложное, да, на самом деле ты потом еще час его монтируешь, в лучшем случае, если это немного вырезать, потом еще там час подбираешь, правильные теги, названия, обложки и т.д., а потом через три недели это все проверяешь и меняешь, то есть когда люди просто видят в интернете красивую картинку, что там блогер, ему приходят подарки, пресс-паки, зовут на разные мероприятия, это кажется все так классно, это, кстати, у меня с материнством была такая же тема, а когда ты реально становишься им, и оказывается, что это все только вершина айсберга, а внизу еще куча реальной наработки, там технической, которая не всегда подходит творческим людям, то здесь нужно быть, ну я считаю, наполовину как бы и творческая, чтобы идеи были, и техника, чтобы ты могла себя заставлять, ну то есть не только там по вдохновению работать, потому что, ну есть же конкретные технические задания, рекламы и так далее, вот что многие еще вот на этапе того осознания всего фронта работ отваливаются, потому что не думали, что так сложно, а это касательно блогинга, это я думаю в любом бизнесе сначала ты представляешь это вот так в розовых очках, как на первом свидании, а потом оказывается еще и работать нужно, вот. Да, вы хорошо привели вот в сравнение с материнством, вот действительно это прямо можно сказать один в один, и здесь тоже важно иметь всегда в виду, что идея, она всегда будет хуже в реальности, чем она была у меня в голове, это всегда, ну то есть это законы тоже, ну редко такое бывает, что я вот ожидаю потом вот там еще как-то лучше, нет, вот всегда тоже нужно иметь, что да, она будет вот если вот это как мама представляет, материнство, ребеночек, вот это вот какой-то, кстати, это тоже хорошо, если вы видели изначально положительную сторону материнства, потому что многие девушки как раз они видят только отрицательную, они не входят даже в материнство, да, то есть вот, ну как будто вот. Я бы не решилась, наверное, если бы у меня просто у подруг не было детей, в инстаграме все классные, там цветочки, бабочки, а у меня просто еще там последствия после рода были жесткие, мне два месяца нужно было лежать на спине в бандаже неподвижно, ну короче, там кости, мышцы, все разошлось, и, ну, естественно, я такого не ожидала, и для меня это было шоком. Ну на самом деле тоже не случайно ваша психика, она изначально, то есть она, ну, примеры есть и такие, и такие в жизни, но вы видели хорошие примеры, и это как бы, ну то есть вы вошли в отношения, да, с этим, и здесь в принципе вот тоже как бы для блогинга, то есть если есть эта идея, если вы видите прелесть ее, то значит есть потенциал, вот это важно понимать, и одновременно, конечно, что идея, проект, любой проект, он всегда будет хуже, чем мы представляем себе, всегда будет, и это тоже нормально, это часть реальности, которая, когда мы знаем это изначально, или мы знаем это уже на переходном этапе, с этим уже тогда тоже легче работать, тогда, ну вот здесь можно докорректировать, да, здесь реальность всегда будет носить свои оттенки, это безусловно, и, конечно, это вот на старте прям Там важно, важно, важно знать. То есть просто осознавать, что, ну, изначально, да, что всё всегда нужно прилагать усилия, и что в любом случае ты столкнёшься с каким-то негативом на определённом этапе, и это нужно просто пережить, продолжая. И вот как вы советовали, ну, рассказывая миру о своих планах, да. Вот, кстати, многие, я тоже думала так сделать, из инфобизнеса, которые издают там обучающие курсы, начинают его продавать, как бы, когда ещё курса на самом деле нет, типа как предпродажа, там, по мега-мега скидке, и так, во-первых, прощупывает, насколько есть спрос, ну, сколько людей реально хотят его купить, а во-вторых, когда тебе люди уже аванс как бы заплатили, ну, там, хоть и скидка, там, пускай и 70%, ты же всё равно должен им потом дать продукт. Это тоже, вот, наверное, работает. Не надо мне так сделать, иначе никогда не заставлю. Да-да-да, это правда и точно. Да, это действительно. Это тоже вот это обещание, обещание. Более того, знаете, часто бывает вот такое, я ещё не знаю, что вот я придумала, вот мне даже со своей работы как психолог, я тоже создаю курсы, тренинги, вот я точно ещё не знаю. На самом деле я уже знаю, потому что если пришла идея, я уже знаю. И когда я даю вот этот анонс, как вы говорите, всё, потом уже программа, оно пишется, то есть оно уже подстраивается. Ну, и плюс вот здесь тоже пообещала уже, да, пообещала не только себе, то есть тут уже и деньги заплатили, то есть, да, вот эта ответственность, и оно мотивирует. И вот для всех блогеров я считаю, что действительно сегодня столько много инструментов, да, как облегчать как раз вот этот свой путь, когда приходишь в эту реальность, а тут тебе вот и тут, и тут, и тут, и благо, что есть, ну, что можно очень много делегировать, чего, да, всего не нужно делать самому. Это тоже очень важный момент. Это тоже, ну, если говорить в психологии, это можно разбирать глубоко, откуда это идёт, невозможность делегировать, да. Вот я, нет, вот я сама сделаю, вот никому не отдам, я лучше всех сделаю, да, или просто мне, ну, как это я сейчас вложу деньги, если я ещё не заработала. Понятно, что здесь нужно держать баланс сейчас, не вложить там кучу денег, а потом не иметь с этого ничего, но вот эта вот возможность делегировать, да, возможность, что, ну, опять же, вот, есть трудности всегда сейчас, ну, сейчас всё возможно, да, обращаться к психологу, пожалуйста, проработать там какое-то, если чувствовать, что, ну, что, вот, вроде реально всё идёт, а вот внутреннее сопротивление какое-то, да, вот, то, что вы предлагаете тоже ваши продукты, да, это тоже очень классные продукты, вот я очень рада тоже, что встретила вас на интернете, потому что это действительно очень-очень ценно, и то, что, вот я даже тоже в своём, в своём инфобизнесе, да, вот как психолог, я продвинулась тогда, когда я начала диригировать какие-то задачи, вот, когда я начала, действительно, брать то, ну, то, что вот у меня, то есть я занимаюсь, там, естественно, психологией, естественно, маркетинг, ну, это абсолютно другие навыки, это абсолютно другое время, да, это всё можно самому сделать, это не вопрос, всё можно, но вопрос, опять же, вот, времени, и вот, да, не бояться, вот не бояться тоже где-то вкладывать, это как раз вопрос, вот этого баланса брать-давать, Потому что есть такое понятие, опять же, в первом свидании, что всё мне даётся, 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 что мне как будто ничего отдавать не надо. Всегда нужно отдавать во всех отношениях, естественно, в бизнесе это очень наглядно, что нужно отдавать, чтобы получать взамен. Также вот если говорить про страхи блогеров, да, это страх вот этого хейтинга, да, что у меня начнут там вот постоянно писать какие-то бяки, да, и здесь тоже нужно вот этот внутренний, как психологи говорят, внутренний контейнер, который выдерживает вот эту зависть, да, и смотреть на это как на позитивную энергию, потому что это всё повышает любой комментарий, любой, он повышает ваш рейтинг автоматически, да, как в YouTube, например, лайк и дизлайк, они одинаково котируются, потому что вот задеваются эмоции, и понятно, что это сложно выдержать, но опять же, когда мы тоже смотрим на это, как на инвестицию в наш проект, не как на хейтеры, как-то мы можем себе выяснять, да, ну это там у него что-то не в порядке, всё равно, понятно, нас всех это задевает, но учиться это выдерживать, учиться, да, смотреть, как, да, что это мне помогает, что вот это, вот это ненависть чья-то, это энергия, потому что любая эмоция, это равно энергия. Со знаком минус, со знаком плюс, неважно, это энергия, то есть человек, который даёт вам положительную эмоцию в комментариях, да, то есть в принципе он и себя обогащает, и вас обогащает, человек, который даёт негативную, он, ну ему становится от этого хуже, ему легче не становится, даже если там ему кажется на какой-то момент, но вам вот это вот, вот ваш проект, как, смотри, такой глобальный, глобальный такой бизнес, это точно инвестиция энергии такой, причём бесплатной энергии. Причём часто хейтеры становятся лояльными подписчиками, которые прям каждый пост там что-то пишут, ну можно не реагировать, но в любом случае реально это поднимает статистику поста и его охваты. А скажите, вот вы затронули ещё момент сложности делегирования, у меня эта фишка тоже есть, потому что, ну я привыкла работать онлайн, и я в принципе как могу всё, уверена в себе и так далее, но сейчас вот реально не хватает времени, там есть и личный блог, и здесь, и инсташкола, и СММ, я вот, ну взяла уже ассистента, плюс мне рисунки рисует художник с постами, именно вот оформлением в эту обёрстку мою, концептуальную, тоже помогает девушка. Но всё равно я чувствую, что ещё бы я взяла, но мне всегда кажется, что я же сделаю лучше, и мне кажется, это у всех такая штука, в малом бизнесе особенно, как это переходить. Нужно смириться с тем, что да, ну получится не так качественно, но зато я успею больше, или стремиться к высокому качеству во всём? Ну на самом деле вы уже это делаете, если вы уже делегируете, то есть в принципе с этим всё у вас нормально уже, да, вы можете, это не о том, что, ну если говорить сейчас вот ваш конкретный запрос, это всегда вопрос доверия, конечно, и то, что вы говорите, да, что я сделаю лучше, чем кто-то, да, абсолютно верно, то есть никто, ну опять же, смотря какие стороны, например, у меня там технический помощник, он намного лучше сделает лендинг, чем я, но я как владелец бизнеса, я идею, то есть вот эта вот идея, это только никто не, вот это я не могу делегировать, вот это действительно моё, то, что вот видение проекта, видение, куда оно идёт будущего, цели, да, то, что вот это делегировать, всё остальное делегировать можно, можно и нужно, и да, где-то, где-то может пострадает качество кусочек, вот, ну, я не знаю, как, например, вот даже делегирование, писать посты, да, копирайтинг, ну вот на самом деле понятно, что никто лучше меня не напишет, я, ну я могу передать копирайтингу, я могу наговорить идею, да, он это озвучит, это может быть будет немножко хуже, чем это был бы мой личный пост, но у меня освобождается масса времени, я начинаю придумывать какие-то новые идеи, новые проекты, да, и в целом проект от этого, он только обогащается, вот, если вот с этой стороны смотреть на... И здесь, если говорить о глубоких психологических причинах, это, конечно, вопрос доверия-недоверия, да, вот это, что как я могу доверить кому-то, это если вот, если прям глубоко прорабатывать, ну, повторюсь, если всё равно вы уже это делаете, вы уже делаете. Тут, знаете, как вот, так же вот и с блогингом, когда думаешь о том, что, или кажется, да, что все остальные, они не боятся, они вот как-то там у них всё, со стороны всё легко получается. На самом деле боятся все, и у всех есть сложности, и у каждого, как, знаете, переводят пример, что вот проблема, например, где достать деньги, вот у меня проблема, где найти деньги на новый проект, и у Трампа, где найти деньги на запуск нового космического там чего-то, проблема одна и та же, абсолютно одна и та же, просто уровень разный, да, и мы, ну, неизбежно мы растём, мы развиваемся, и на каждом уровне мы будем сталкиваться с этой проблемой, но она будет уже другого уровня, да, это не о том, что вот мы сейчас можем избавиться от проблем, и вот всё у нас будет замечательно, нет, вопрос как раз вот выдерживать, это есть книга хорошая «Бойся, но делай», и там вот ключевая идея как раз того, что вот спикеры, вот они все боятся, ну, разница между успешным, вот, то есть на блогинге, да, успешным блогером и неуспешным, это что успешно он боится и делает, он сталкивается со всеми этими чувствами, но он выдерживает их, ну, и неуспешный, да, это я боюсь, и всё, то есть этот страх, он, он тогда действительно убивает всё на корню, и дальше нет, да, нет этой идеи, то есть она, этот ребёнок, он не родился, да, всё, ты такой выкидыш на метафорическом смысле. Плюс ты же развиваешься именно когда делаешь то, что изначально страшно, неудобно, дискомфортно, так что, наверное, если это чувствуешь, значит, надо делать, это такой значок. Абсолютно, ну, абсолютно, вот я говорю, то есть, на самом деле, это вот, я как бы сказала это вскользь, но это очень глубокая идея, не приходит нам желание случайно, ну, вот, это закон психики, появилось желание, есть потенциал к его реализации, и, ну, и вопрос, опять же, там, где конфликт какой-то внутренний, как это разблокировать, но появилось оно не случайное, поэтому, вот, да, вот, идеями нужно делиться. Как говорят, знаете, талант, это не то, что мне дано, а это то, что мне, с чем мне нужно поделиться с миром, да, что один-нибудь, да, нельзя в себе таить, нужно это отдавать, отдавать миру. Еще, кстати, ну, от меня ремарочка, я не знаю, насколько это прям барьер, но это то, как проще начать, когда есть идея, начинать, даже вот после тренингов, по-моему, говорят, что если в течение 72 часов после того, как услышал, получил какую-то информацию или, там, идея пришла в голову, ничего не сделал, то она также вот уйдет, там, другие идеи займут голову, вот, например, ну, там, это очень простое, вот, я сейчас в футболке блогер-мейкеры, которую, ну, я разрабатываю мерч, пока еще экспериментирую, каким он будет, это вот первый вариант, но началось с того, что мне просто скинула знакомая, там, какой-то другой, другая футболка, там, чья-то, и я, и у меня появилась идея, почему бы не сделать свой, такой, и сразу я нашла, ну, вспомнила, где я там раньше печатала на футболках, сразу им написала и спросила, какой будет стоимость, потом я уже за это и забыла, они долго не отвечали, наверное, через неделю мне ответили только, и потом я вспомнила, что, да, это же была та идея, и, в общем, ну, и потом уже продолжилась работа, мы начали обсуждать уже, ну, фасон и так далее, вот этот карманчик, надписи и т.д. Вот, но суть в том, что если вот сразу появилась какая-то, загорелась, и ты сразу что-то сделал, это намного проще, чем если ты там, даже если запишешь в список, потом появится много срочных дел, и это будет казаться уже таким, каким-то, что я потом сделаю, потом в итоге вычеркнешь, потому что, ну, уже не актуально. Да, вот, знаете, вот как бы, хорошо пример привели, да, что вы сразу её, действительно, вы её выпустили в жизнь, эту идею, потому что вы позвонили, вы сделали конкретные действия в реальной жизни, да, там, ну, где-то произошла задержка, то есть там нужно было этой идее знать, но она уже выпущена, и она к вам вернулась, ну, в виде обратной связи, да, то есть появилась, это здесь тоже вспоминается, очень классная книга, вот, конечно, она хорошо для творческих профессий, Элизабет Гилберт, «Большое волшебство» или что-то, автор, вот, «Ешь, молись, люби», если вот, вы знаете, то есть если погугли, по-моему, «Большое волшебство», она там описывает свой путь в писательство, как вот она развивалась, и она очень интересную там идею меня просто зацепила, она рассказывает, как бы, ну, её идея в том, что идеи, они не наши, они как бактерии, как вирусы, которые живут в окружающем мире, и вот идея, она приходит к тебе в дом, если ты открываешь ей дверь, то она остаётся у тебя жить, а если ты её закрываешь, она идёт к следующему, то есть если ты её не реализовала, эту идею, вот она тебе пришла, найдётся в следующую, то есть она уйдёт к другому, и она приводит, например, это вот в этой книге, прям на своём опыте, как она хотела написать книгу, у неё была, и она её не написала, и потом она встречает, ну, там прям, нереально, прям, когда читаешь это, что она встречает писательницу через несколько лет, и та прям вот её идею она воплотила в книгу, да, то, что вот она говорит, что... И когда тоже смотреть на это, если начинать такой страх, что сейчас я поделюсь своей идеей, меня украдут её, заберут её, да, и вот как раз вот этот взгляд на идею, как на нечто, что это не моё, а я как проводник этой идеи, она тоже даёт такое облегчение, да, что тогда и даёт такое, как ну, подстёгивает, что ли, чтобы быстрее её реализовать, потому что вот, ну, да, она уйдёт к другому человеку, если вот она пришла, я её впустила, но дальше не развела, да, поэтому... А как насчёт страха, вот, когда ты публично заявляешь о своих целях, что, типа, не буду говорить, пока не сделаю, а вдруг не сделаю, ну, я понимаю это как раз, чтобы мне не сделать, но многие аж боятся, особенно там, ну, если это касается каких-то там целей, которые они давно вынашивали, это вдруг там сглазят, ещё что-то... Сглазят, да, вот страх, что сглазят, но это, на самом деле, это страх зависти, да, есть такая вот, тогда нужно работать именно с чувством зависти, есть такое чувство, что вот, да, что-то я там сейчас позавидуют мне, да, мне кажется, вот у нас очень, ну, я вспоминаю, у меня вот у бабушки это было, тоже, не дай бог, что-то не показывать никому, потому что позавидуют, украдут, ещё что-то. Очень коварное чувство, но зависть — это тоже инвестиция в ваш проект, то есть когда мы смотрим на это как на то, что... Не на то, что у меня... Смотрите, на самом деле, то есть мы как... Во что мы верим, то и получается. Вот если я верю, что мне вот позавидуют, то так оно и будет. А если я верю, что зависть — это инвестиция в мой проект, ага, значит, вот кто-то, да, вот он, значит, верит в моё... То есть человек позавидовал, значит, поверил, что у меня это получится. Тогда вот если я смотрю на это, тогда эта зависть, оно, ну, как любое чувство, даёт очень мощную энергию и такой поток, поэтому... Вот здесь, ну, здесь с этим нужно работать. Конечно, у каждого индивидуально, и как... Для себя я когда-то сказала, что зависть... Зависть, она интересна, честно, потому что здесь всегда нужно смотреть и со своей стороны, и с другой стороны. Ну, как бы бывает, что мне... Я стыжусь своей зависти, как это вот мне стыдно, что я кому-то позавидовала. Здесь тоже важно развенчать этот миф, что всегда зависть — это униориализованное потенциальное. Вот здесь, как я говорила вначале, что вот если мне пришла идея блогинга, значит, это есть у меня потенциал. То же самое здесь. Я никогда не позавидую кому-то, кто, не знаю, что там, опять же, классно готовит, например, да, потому что, ну, мне это как-то... Вот у меня нет к этому, например, потенциала, как пример, да, то я и не буду этому завидовать. Я не завидую там кто-то... Чего там ещё можно позавидовать? Ну, вот кто-то там сделал карьеру, например. Потому что я этого... Мне это не надо, я не хочу. Но я завидую вот этому блогеру, потому что... Почему я завидую? Потому что это мой, это вот мой реализованный потенциал. Это прям такая лакмусовая бумажка — зависть. Когда мы перестаём бояться своей зависти, тогда, как правило, и уходит страх вот этой чужой зависти. Потому что такие процессы очень глубокие и часто слиты на бессознательном уровне. Интересная мысль. А ещё я, кстати, слышала, что когда вот... Если тебя что-то в ком-то раздражает, то это то, что ты хотел бы тоже в себе иметь. Типа вот она такая смелая, там пошла и что-то сделала, такая наглая прям. А на самом деле потому, что ты так не можешь сделать, а хотела бы иногда. Да, да. В юнгарской психологии — это большая тема, это называется тень. У нас есть понятие «золотая тень», и чёрная тень. Чёрная тень — это то, что я в себе всё презираю, всё вот такое вот «фу-фу-фу-фу, это точно не я», вот «базарная баба, это точно не я». И вот в этой тени всегда очень много энергии тоже. Когда мы начинаем с этим работать, это вот прям распаковывается, то есть здесь как раз вот всё как раз... Вот прям освобождается вот эта дорога к творчеству, к самореализации. И «золотая тень» — это противоположно. «А, ну вот так как она я точно не смогу, боже, ну она такая». Вот есть девушки даже говорят, вот боже, ну она такая красавица. И, как правило, это говорят сами красивые девушки. Это всегда ещё очень интересно, что вот то, что нас раздражает, мы в себе это не видим, но окружающие, они у нас видят это. Если спросить своих близких, они тебе скажут, «Да ты тоже такая, посмотри у тебя здесь». Вот у меня пример как-то был, подруга рассказывает, «Ой, слушай, ты только что фильм посмотрела, должна с тобой обсудить, такой классный, там такая главная героиня, она там такая вот и то организовала». И это рассказывает мне, я говорю, «Слушай, ну это ты». Она такая, «Да ну». Я говорю, ну это ты себя описываешь. И вот, помню, такой стопор, вот так работает это, да. Прикольно. Ну да, надо отследить будет. Спасибо большое, Ольга. Очень мне было познавательно. А давайте, ну, напоследок, ну, допустим, там, три совета, как не бояться что-то начать. Вот из того всего, что мы наговорили, структурировать это немножко. Окей. Ну, давайте первое начнём с того, что это абсолютно, первое, нормально бояться. То есть это признаться, признать этот страх, подружиться с ним, да. Знать вот эти стадии перехода, что действительно будет, что проект, вот идея, она краше, лучше, чем она есть на самом деле. Реальность, она будет хуже. И третье, находите свои, вот во внешней жизни находите свои якорёчки, что вам помогает действовать. Да, то, что, вот я говорю, мне помогает пообещать кому-то, кому-то дедлайны помогают, кому-то похвалить себя. То есть вот здесь важно найти своё. Прислушивайтесь, вы всегда слушаете, вот, щита, советы, и как это вам отзывается. Вот это очень важно, да, потому что вот прям действительно тогда найти свой путь, и тогда это выстраивается в хороший путь, то, чтобы действительно талантом делиться миром, не держать своё в себе, а делиться с окружающим. Спасибо большое. Очень прикольно. И так вдохновляюще. Прямо хочется и деликировать больше теперь, и идеи всё реализовывать. Здорово. Спасибо большое за эфир, и спасибо всем, кто нас смотрел, в прямом эфире и в записи. И напомню, что вот приходите к Ольге в профиль, подписывайтесь, там у неё такая экспертная, интересная информация о психологии, делится разными фишками. Вот, можете, вы онлайн-консультации же проводите, да? Вот, отлично вообще. И кто вот от Ольги здесь участвовал, то напомню, что здесь у нас инсташкола. Через день прямые эфиры я приглашаю интересных спикеров по разным аспектам блогинга. И даже вот сейчас не только уже прямо вот только узко блогинга, в принципе, вот как сегодняшняя тема, она, мне кажется, всем актуальна, интересна, ну, кто развивается. Вот. А ещё через день у меня посты очень необычной, с очень необычной концепцией. Почитайте тексты, и вы поймёте. И смотрите подборки вечных сториз для того, чтобы, ну, лучше вникнуть и получить много вопросов на то, как ответов на ваши вопросы, как оформить, развить, продвинуть свой инстаграм профиль. И также мы предоставляем услуги по этому в блогер-мейкер-эдженте. Ссылочка у меня тоже есть в шапке профиля. А ещё в шапке профиля можно скачать гайд по удобной обработке фото и видео для инстаграма, потому что визуал здесь всё-таки решает. Вот. Так что всё, будем запрогуляться, увидимся через день в новом эфире, и до встречи в следующих эфирах, в видео-сториз. Спасибо ещё раз, Ольга, хорошего вам дня. И вам спасибо. До свидания. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok